Добрый вечер, уважаемые зрители! Вы смотрите обзор карты боевых действий на понедельник, 9 февраля. Начнем сегодня с самой главной новости уходящего дня – это физическое закрытие Дебальцевского котла. Сегодня утром бойцы Горловской группировки со стороны Лозового и Горловки Малой перешли в наступление на Лагвиново. В результате боя населенный пункт был освобожден и взят под полный контроль ополчения. Одновременно с Лагвиново бойцами Новороссии были взяты стратегически важные высоты – высота 231 и высота 301. Южнее, с района Углегорска, бойцами республики была предпринята попытка прорыва, в результате которой бойцам удалось освободить ряд населенных пунктов, такие как Грозная, Красный Пахарь и Александровская. На донышке котла, по неподтвержденной информации, идет дозачистка населенного пункта Полтавская. В районе Кургана могилы Острое боевые действия продолжаются. Ополчение медленно, но верно продвигается к подступам населенного пункта Полевое. В Чернухино ополчение продолжает вести операцию по выдавливанию частей ВСУ с этого населенного пункта. На данный момент за ВСУ в Чернухино остается несколько улиц и номерная высота к западу от поселка. Само Дебальцево ополчение также не обделяет вниманием. Идет прощупывание обороноспособности врага с востока и с севера. Диверсионно-разведывательные группы ополчения довольно спокойно передвигаются по центру Дебальцево. Наиболее мощные укрепления ВСУ в Дебальцево сосредоточены на юге населенного пункта. Ожесточенные бои идут также и в районе Новогригоровки. Здесь бойцы Новороссии уже взломали оборону ВСУ и ведут операцию по вытеснению украинских частей за черту населенного пункта. Со стороны населенного пункта Луганское выдвинулись бронетанковые колонны ВСУ по направлению к Нижнему Лозовому и Лагвиново. При всем желании украинской стороны деблокирован котел не будет, так как ополченцы в Лагвиново и Нижнем Лозовом успели довольно плотно укрепиться. Ну и плюс с номерных высот артиллерия Новороссии при надобности может провести мощнейшую артподдержку. В районе Горловины украинская сторона в резерве имеет как минимум одну тяжелую БТГ. Как поведет себя этот резерв пока что неизвестно. Если они осмелятся пойти на деблокировку котла, то ополченцы с красного пахаря и вероятнее всего со стороны Горловки начнут замыкать второй котел. В случае же, если БТГ останется в Горловине и займет оборону, то ополченцам, контролирующим котел, удастся намного быстрее и намного легче сварить его. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что армия Новороссии продумала операцию до самых мельчайших деталей. На северо-западе Луганской Народной Республики в целом ситуация не изменилась. Артиллерия Луганской Республики ведет массированный огонь по скоплению сил ВСУ вблизи Ново-Ташковского и Трехизбинки. В районе Счастья и Станицы Луганской ситуация не развивается уже довольно долгий промежуток времени. Пока что на этих участках фронта конфликтующие стороны ограничиваются артиллерийскими дуэлями. Луганские артиллеристы наносят удары по скоплению ВСУ в Станице Луганской и по укрепрайону в районе Ольхово. На северо-западе Горловки боестолкновения проходят в районе Майорска. Населенный пункт Артемова, аналогично Майорску, контролируется обеими сторонами. Полного контроля Украины, как показано на карте, здесь нет. По жилым районам Горловки продолжает работать украинская артиллерия, но интенсивность огня заметно упала. Вероятно, это связано с успешной контрбатарейной работой артиллерии ополчения. Ночь в Ясиноватой Макеевке и Донецке прошла крайне напряженно. Вчера в районе полуночи Донецк озарил мощнейший взрыв. Повлекший за собой огромный огненный гриб. Удар был нанесен по Донецкому заводу химических изделий. Находится он в районе второй площадки. Ударную волну прочувствовали на себе даже жители Макеевки. На данный момент идет расследование, какое оружие, примененное украинской стороной, могло вызвать взрыв в столь высокой мощности. По предварительным данным есть подозрения на точку У, либо же Луну-М. Начиная с раннего утра и до сих пор, практически непрерывным обстрелом подвергаются Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский район. В Петровском районе в результате обстрела был разрушен Петровский мост. Докучаевск и Еленовка продолжают находиться под массированным артиллерийским огнем ВСУ. Со стороны Новогнатовки и Богдановки украинские танки и ДРГ регулярно терроризируют жителей с тылы. На Мариупольском направлении до сих пор наблюдается относительное затишье. Ополчение здесь занимается ликвидацией украинских блокпостов, которых здесь десятки. И ведут разведывательные работы. На этом все. Благодарю всех за внимание. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok